девчонки всем привет сегодня я хочу рассказать вам о своих уходовых покупках приступим надеюсь вам это видео понравится и хочу начать такого вот ухода за зубками за полостью рта приобрели мы опять зубную пасту сплат лечебные травы мы уже берем ее не первый раз я думаю все знают как выглядит паста это в общем нам она очень нравится мы ею довольны но знаете что последнее время я заметила что у меня получается наверное привыкание и я ею пользуюсь на переменку у меня есть от жемчуга зубная паста так вот я месяц той месяц этой пользуюсь может быть неделю одной неделю другой раньше когда я начала пользоваться этой пастой был такой эффект что когда в следующий раз ты идешь чистить зубы у тебя такое ощущение что зубы чистые чистить их не нужно сейчас такого эффекта нет и еще я приобрела вот такую вот миниатюрку это ополаскиватель для рта освежающая мята колбей плакс стоила эта миниатюрка 3 гривны думаю может быть вот она у меня запечатана еще и я думаю ее оставить может быть когда поеду в отпуск с собой взять в косметичку чтобы не брать такую большую бадью так что я в принципе довольна но что хочу сказать лесной бальзам он в принципе более щадящий чем вот этот вот колбей плакс у меня была большая версия раньше и я в принципе была нею довольна но он настолько ядреный что бывают даже даже слезы текут от этой мяты сплошной поэтому я и взяла миниатюрку потому что когда допользовала большой объем я больше не хотела приобретать его закончили с полостью рта и хочу перейти к уходу за лицом а да покажу вам вот такой вот мыльце я приобретала мыло дав вы знаете кто смотрит мои видео что я подсела на мыло от чистой линии которая идет как скраб да и обычные мыло тоже мне их не нравятся но как-то захотелось чего-то нового и я взяла мыло дав это у меня идет увлажняющий крем объятия нежности здесь 75 грамм мыльце такое в принципе небольшой но сейчас я им пользуюсь на работе мне она нравится запах такой вот шикарный девочки вам передать не могу он конечно чувствуется немного химозный запах но все равно он благоухает и такой прям на теле остается тоже где-то на целый день не знаю я довольна этим мылом еще я приобрела два крема для бег чистой линии от 26 лет чистый экстракт медленица моя любовь мой москве можно так сказать которым я пользуюсь уже на протяжении года и я в принципе его люблю я не могу сказать что у него свойства супер и ах какие-то но мне нравится и прежде чем купить что-то новое у меня должен быть запасе все равно этот крем если тот крем которые новые я захотела попробовать он мне не подойдет то вот эта вот вещь должна быть запасе чтобы я допустим новый который мне не подошел выброшу а этим буду пользоваться еще я приобрела торгами к шоп крем пилинг даже нежный пилинг и здесь написано для лица органическое масло манго масло абрикосовый косточки магнолия абрикосовая манго в общем этот пилинг он кремообразный вы его наносите на лицо держите здесь 8-10 минут и смываете после этого не нужно не скрабировать лицо ничего такого не нужно наносить это как завершающий этап очищение лица сначала вы умываетесь скрабируете лицо наносите очищающую маску очищаете лицо маску пленку к примеру и после этого вы наносите уже вот этот вот пилинг он нежный но что хочу сказать если его передержать то может щипать лицо это значит что нужно его смыть значит вы его передержали если время длительное прошло если оно щипит сразу у вас лицо значит вам он просто не подходит нужно сразу смывать и просто вот выбрасывать не держать вот это вот средство и не пользоваться больше мне подошло все хорошо я им пользуюсь уже месяц наверно где-то мне оно нравится сначала я это средство не поняла мне показалось какой-то крем который ты наносишь на лицо непонятно что он делает после этого смываешь и опять непонятно что случилось твоим лицом в принципе ничего вроде бы как бы не происходит с течением времени в месяц я понимаю что мою лицу стала очень гладкая моя кожа стала такая вот упругая и мне это очень нравится я не знаю из-за этого средства или нет но вот как я им стала пользоваться вот моя кожа стала такая вот упругая и гладкая и мне это очень нравится девчонки советую в принципе я им довольно буду покупать еще и еще для лица я опять же приобрела тоник освежающий увлажнение свежесть в общем я на него подсела другого что-то даже покупать не ход не хочется мне она нравится на зимний период на такой холодный мне в принципе подходит я им довольна девчонки у кого тоже такая вот бывает суховатая кожа не именно сухая кожа а именно какие-то шелушения местами появляются у меня всегда зимой была такая проблема и этой зимой я вот пользовалась вот этой вот вещью и никаких шелушений у меня не было пользовалась более питательными кремами более увлажняющими вот такой вот увлажняющий тоник и никаких шелушений никакой сухости на лице не было хотя я всегда страдала сухостью вот в области носогубных складок на щеках у меня иногда были шелушения и вот это вот как палочка-выручалочка у меня это зимой и я наверное буду им пользоваться долгое долгое время еще я приобрела спрей для лица это освежающая вода для лица и тела с экстрактом белого чая здесь еще есть лимон и алоэ это те 2 можно сказать таких средства которые не подсушивают лицо а макируют я уже показывала как-то вам наподобие умывалку я покупала вот приобрела спрей для лица он может идти как и закрепление макияжа потому что до не советуют здесь сбрызгивать а вот после уже когда вы воспользовались там всеми средствами нанесли макияж после этого сбрызнуть на лицо вот этой вот вещью и получается хорошее закрепление макияжа я еще не пользовалась этой вещью хочу в тандеме воспользоваться с умывалкой вместе с матирующими какими-то средствами потому что сейчас матирующие прямо они мне кажется не очень как-то подходят они будут делать мою кожу очень такую грубой поэтому я не хочу даже сейчас пробовать заниматься этим делом чтобы не испортить свою кожу и еще я приобрела репейное масло стимулирующий рост волос с красным перцем у меня домашний доктор я уже второй раз беру такое масло у меня первая баночка еще не закончилась но я взяла на прозапас так как можно сказать были лишние деньги и масло лишнее не бывает я иногда с ним делаю и маски какие-то и просто на ночь на брови наношу в общем ухаживая за бровями я думаю что это будет стимулировать рост бровей и это помогает принципе 100 миллилитров срок годности 12 месяцев после открытия так что вот как раз у меня подойдет концу мой предыдущий тюбик и новый будет внедрен в пользование и теперь хочу перейти к волосам здесь у меня такие вот две поди вот это вот смесью специально перестала пользоваться потому что она у меня просто улетала это бальзам для волос пивные дрожжи абелита витекс экстракт пивных дрожжей ферментный комплекс каскад кондиционеров блеск плюс энергия я ничего такого в принципе не возлагала на вот это вот средство но я вдохнула этот запах у меня до сих пор осел вот именно где-то в носу я не могу сказать что-то супер-пупер средства там профессиональный какой-то уход за волосами нет обычный бальзам дешевый бальзам но этот бальзам во-первых я его оставляю не как здесь заявлено на какие-то там 2-5 минут оставляю на полчаса 20 минут может 25 в общем от 20 минут до 30 я оставляю вот этот вот бальзам на волосах соответственно наношу его на половину волос вот где-то отсюда после смываю у меня волосы мягкие и этот запах который здесь я не знаю как его описать чем-то таким парфюмерным пахнет что-то не пивные дрожжи есть еще какая-то отдушка она такая очень ядреная и она остается долго на волосах когда вы долго держите вот где-то с полчаса вы держите это средство на волосах потом запах остается на очень долго на дня два это точно это очень приятный запах который не мешает которые вы так не ощущаете вот если вы проходите мимо там какого-либо человека либо просто вот возьмете понюхайте волосы они очень приятные очень нежно пахнут так что вот это вот средство я в принципе рекомендую для тех кто любит более бюджетные средства какие-то попробуйте вот именно пивные дрожжи и еще вдовесок кумуис здесь написано бальзам для волос укрепления волос плюс биоэнергия кисломолочных бактерий я по-моему даже как-то пользовалась и в общем я уже не помню точно тоже белита витекс запах очень приятный такой чем-то молочным отдает знаете как сырки вот эти продают которые идут внутри с начинкой какой-то вот запах именно такой же очень приятный но что хочу сказать этот запах даже когда вы держите бальзам этот 30 минут на волосах волосы не становятся такими мягкими как после вот этого бальзама и запах этот приятный запах не остается долго на волосах мне это не очень понравилось так что этот бальзам я не советую немножко мягкость придает но не так как именно вот этот этот прям делает волосы мои мягкими мягкими хотя у меня они густые и кончики у меня посвеченные кончики такие колятся время от времени и вот когда пользуюсь вот этим вот бальзамом у меня кончики мягкие и еще девчонки для волос я приобрела опять же планету органику мне она очень полюбилась в прошлый раз когда я пользовалась шампунем и бальзамом у меня был прованский если я не ошибаюсь вот взяла бальзам шампуня не было вместо этого взяла марокканский шампунь и знаете что хочу сказать марокканская серия мне кажется не подходит потому что шампунь не делает волосы не мягкими не ощущение того что кожа головы промыта нет абсолютно бальзам этот конечно же мне нравится я в принципе им довольна но вот вот это вот средство шампунь она бесполезна она просто бесполезная для меня я понимаю органические продукты все до этого я пользовалась всегда шампунями с сэлэс и когда попробовала первый раз вот эту вот серию бальзам и шампунь я тоже подумала что ничего не в принципе не сделали с моими волосами но когда воспользовалась еще один раз и еще один раз я поняла что волосы в принципе у меня становятся такими живыми они не такие вот жесткие промываются конечно волосы у меня вот этими органическими шампунями не очень хорошо именно планета органика наверное не хватает мне вот именно каких-то свойств здесь которые должны промывать кожу головы но когда я пользуюсь именно вот этими вот средствами от планеты органики я промываю голову сначала с содой потом уже на голову немножко на кожу головы наношу вот этого шампуня и это бальзам я имею ввиду вообще просто шампунь от планеты органики после этого бальзам на кончике волос и все идеально у меня кожа головы тогда промывается хорошо если я до промывания шампунем от планеты органики будут пользоваться содой средства неплохие вот именно вот это вот средство девчонки не знаю скажите кому-то может быть понравился этот шампунь и бальзам марокканский именно мы не вообще ну просто я не знаю бесполезная вещь вот стоит я его никогда пользовать не могу потому что просто руками тянется к нему и еще я приобрела вот такие два средства это мягкий шампунь агафьи и бальзам сбора восстанавливающий на основе кедрового настоя и масел холодного отжима для ослабленных и поврежденных волос так а шампунь у нас тоже восстановление и защита на сто 17 сибирских трав плоды белой шелковицы льняное молочко и масло шиповника на талой воде для окрашенных и поврежденных волос я пользуюсь уже ими больше недели недели дверями пользуюсь мне нравится вот честно вот то больше даже планеты органики у планеты органики просто отдушка сама такая вот ядреная она остается долго на волосах делает тоже волосы мягким но вот это вот средство вот я не знаю вам видно нет вот волосы у меня вроде бы как нормальные они блестят они вроде бы как живые такие я не могу сказать что они какие-то как коржики в общем мне нравятся вот эти вот два средства шампунь и бальзам пенится кстати шампунь хорошо даже на мои густые волосы его нужно совсем немного это меня тоже удивило шампунь промывает хорошо кожу головы а хотя она у меня жирная очень и бальзам я не могу сказать что бальзам делает что-то сверхъестественное с кончиками но неплохой вот бальзам не могу сказать что на сто процентов ах но неплохой имеет место быть шампунь намного больше не понравился вот девчонки все что я вам хотела показать надеюсь чем-то было для вас полезно надеюсь что-то вам понравилось что-то нет если есть какие-то вопросы оставляйте в комментариях подписывайтесь ставьте лайки не забывайте мне будет очень приятно заходите в мою группу в контакте я частенько там бываю я буду рада общению с вами всем спасибо за внимание до новых видео до новых встреч и всем удачи всем пока а